На часах ровно семь, а это значит, что наступило утро нового дня. Доброе утро, с вами в студии сегодня Артём Андроновский и Александр Карнович. Вы будете просыпаться сегодня с нами. Да, мы вместе с вами, честно говоря, потому что всё-таки утро понедельника. Но ничего, несмотря на это, оно будет по-настоящему бодрым и интересным, потому что мы подготовили много новостей, да и вообще поговорим о самых актуальных событиях. Ну да, начнём тогда, наверное, сначала с актуальной подборки новостей и расскажем вам о главном, что произошло на полуострове, а позже, постепенно, и покажем вам, как наши корреспонденты коров дуют, а ещё позже покажем, как с пожарами МЧСники справляются. Заботы о детях. Продлить период выплат на первого ребёнка с полутора до трёх лет. Такое предложение правительству России готовит Министерство труда и социальной защиты Крыма. Речь идёт о 10 тысячах рублей, которые ежемесячно получают семьи, доход которых не превышает полтора прожиточных минимума. Инициативу выдвинул глава республики Сергей Аксионов на последнем заседании Совета министров. О мерах соцподдержки на полуострове Мария Красновицкая. Оксана Филык гуляет с трёхмесячной Катей. Старшие дочь и сын в это время ещё на уроках. Статус многодетной матери крымчанка получила в феврале с появлением третьего ребёнка. Тогда же и оформила пособие размером 10,5 тысяч рублей. Оно положено семьям, общий доход которых не превышает два прожиточных минимума. На полуострове им пользуются 80% родителей с тремя и больше детьми. Это помощь, конечно, когда ты сидишь дома, когда сначала в семье вы работаете вдвоём, и когда уже один не работает, и только все получаются затраты на мужа. Не во всех семьях стабильные заработки есть, поэтому вот эти выплаты, конечно, это стабильность. И семьи задумываются о том, что есть помощь от государства, что можно, и всё необходимое купить ребёнку на эти деньги. А Яна Ерёменко своего счастья ждала 8 лет. Сегодня её первенцу уже годик. Доход супругов полтора прожиточных минимума. Ещё 6 месяцев семья будет получать по 10 тысяч рублей. Дальше по закону не положено. Нет жилья, особенно иногородней. Те, кто здесь снимают, мы пробовали с мужем, снимали какое-то время, но вот появилась лялька, и просто поняли, что не тянем снимать. Пришлось съехать к родителям. Ну вот сейчас до полутора лет ему платят, а дальше как? Ещё год, больше года сидеть в декрете, и за какие деньги? Ну и всё равно хотелось бы второго ребёнка. В Крыму, как и по всей России, реализуется национальный проект «Демография». Он включает не только временные пособия, но и помощь при рождении. Есть финансовая поддержка детей, один из родителей которого не платит алименты. Выплаты малообеспеченным. На последнем заседании Совмина Крыма Сергей Аксёнов выступил с инициативой, которая может уравнять условия поддержки молодых семей с многодетными. Мы же понимаем, что тем более, что первый ребёнок, как правило, в возрасте, то есть гораздо, опять же, в более молодом, соответственно, когда финансовое состояние не укреплено. Почему мы даём, получается, меньшую меру поддержки, а третьему больше? Наоборот, когда уже семья, ну, будем говорить так, более-менее, то есть, как бы, становится к этому возрасту на ноги. То есть, получается, мы срок увеличим. Я за, за три года. Ну, так давайте по первому ребёнку три года сделаем. К выполнению поручения уже приступило профильное министерство. Ежегодно в Крыму выделяется порядка 7 миллиардов рублей на различные меры поддержки семей с детьми. Задача непростая, но выполнимая. Очень сложно доказать, откуда мы возьмём, с каких статей мы должны снять, и как эта мера социальной поддержки повлияет на благосостояние большого количества людей. Это очень сложно. Потому что, кроме того, что просто придумать, надо написать такое качественное финансово-экономическое обоснование, чтобы убедить руководителя федерального органа власти. Помимо этой инициативы, Минтруд Крыма сейчас работает над предложением по поводу повышения выплат одиноким матерям и выдачи сертификатов на улучшение жилищных условий семьям с детьми. Его размер может составлять 900 тысяч рублей. Мария Красновицкая, Иван Ковалёв, Новости 24. Боспорское царство, императорская тропа и дороги Крымской весны. На полуострове запускают три новых туристических маршрута. Они открывают разные эпохи от античности до наших дней и привлекут тех, кто интересуется древней и современной историей нашего региона. Например, Золотое кольцо Боспорского царства. По прогнозам Министерства курортов и республики, увеличит поток отдыхающих на 5-10%. В разработанные экспертами карты вошли популярные достопримечательности и малоизвестные объекты. Чтобы осмотреть их, понадобится от двух до пяти дней. Наши журналисты отправились на первые экскурсии. Крымская часть маршрута, столица Боспорского царства, рассчитана на пять дней. За это время в Керчи туристы увидят античные городища, столицу древнего государства и даже могут попробовать себя в роли гончарных дел мастера. Сувенир собственного производства, будь то амфора или вот такой арибал, любой желающий может забрать с собой. Сейчас мы ведем работу с Министерством курортов и туризма Крыма. Для того, чтобы создать крымскую часть экскурсии «Золотое кольцо Боспорского царства». Более подробную. Идет работа над маршрутом две столицы Боспорского царства. Пантикопей и Фанагория. Из Керчи туристы отправятся в Феодосию, Ялту, Саки, Евпаторию и Черноморское. А я передаю слово коллеге Анастасии Сосниной. Она отправилась на другой туристический маршрут. В Севастополе туристам покажут больше 10 объектов. Маршрут «Крымская весна» включает в себя площадь Ахимова. Здесь в феврале 2014 года состоялся митинг народной воли. А также именно здесь объявили о выходе Севастополя из-под юрисдикции Украины. События тех дней помнят очевидцы. Жители города и крымчане поставили блокпосты по Севастополю, по Симферополю, на Чингаре. Проводили обыски транспорта, чтобы не было диверсий. Чтобы не перевозили туда оружие, взрывчатые вещества. Гости узнают и древнюю историю Севастополя. Посетят Инкерман, Херсонес и другие знаковые места. А я передаю слово моей коллеге Елене Носковой. По следам семьи Романова направятся гости императорского маршрута. Здесь, например, проходила одна из первых дорог на Ялту, которую построили простые солдаты в 20-е годы 19 века. В честь их подвига построен обелиск. Они в буквальном смысле прорубили путь, безопасный и свободный на южный берег. Тема российского Крыма, она, конечно, сейчас актуальна, потому что основные наши туристы едут с материковой части России. Ну и для нас, для крымчан, даже для экскурсоводов, это тоже интересные объекты, потому что раньше мало кто о них знал, мало кто о них говорил. В Симферополе все три маршрута пересекаются. По прогнозам, Министерство курортов и туризма. Они привлекут в Крым больше людей. Только благодаря Золотому кольцу Баспорского царства приедет на 5-10% больше отдыхающих. Старт этого официального проекта приурочен к старту высокого сезона на всем юге России. Это будет происходить в нововременном Краснодарском крае, в Крыму, в Севастополе и даже Ростовская область присоединилась там из города Азов, в котором есть также объекты показа, объекты античного наследия. Это будет связано с единой регатой, которая выйдет из Краснодарского края, из Азова, и все это встретится в Керчь. Новые маршруты представили на деловых площадках международного уровня. Российском инвестиционном форуме, Ялтинском экономическом форуме. Расширясь, новые пути планируют в зависимости от пожеланий отдыхающих. Елена Носкова, Светлана Ермельченко, Анастасия Соснина. Новости 24. Мы с Артемом тоже будем сегодня немножко путешествовать, но только в пределах этой студии, а все благодаря тому, что есть у нас и мобильные корреспонденты, которые будут вещать прямо с улиц Крымской столицы, и есть и другие товарищи и сотрудники нашей редакции, которые ездили по Крыму, чтобы собрать для вас интересные материалы, которые мы покажем вам в течение следующих двух часов. Да, в связи с этим у меня есть загадка, Саша. Интересно, отгадаешь ли? Смотри. Выходят с нами в эфир в одно время, но просыпаться могут позже. Мне кажется, ты намекаешь на наших коллег с радио, но тем не менее, по-моему, они все-таки просыпаются ненамного позже. Ненамного, но позже. Знаешь, рано утром даже пару десятков минут спросительных. Ну, что правда, то правда, да. Да, совершенно верно. Это наши коллеги с радио, поэтому давайте прямо сейчас с ними и свяжемся. Доброе утро, ребят. Пока прервемся, у нас связь со студией «Утроного дня». Доброе утро. С понедельником вас, коллеги. Что, прости? С понедельником вас. А, да, такой праздник, конечно, вас тоже, да. Вы думали, какой праздник, о котором мы не знаем и сразу не расслышали. Вас тоже с понедельником, с началом рабочей недели. Надеемся, что она у всех будет продуктивной. С чего стартуете? Мы стартуем с политической темы. Зеленский намерен, собственно говоря, выразил такую надежду, что у него получится вернуть полуостров. Политическая тема с кримическим оттенком. Собирается защищать крымских татар, хотя, как выяснилось, уже за 10 минут спасать эту народность, собственно говоря, как и болгар, греков и других депортированных, нет кого и незачем. Ну, он может, конечно, Зеленский много на что рассчитывать, но в итоге посмотрим, как все получится. А у нас более лайтовый сегодня эфир. Мы решили и коз подоить в эфире. В прошлый раз летали. Я, Алексей, тебе буду удивлять, скажи, мне все больше и больше. И с пожарниками мы, честную форму примерили, и с техникой научились тушить лесные. Да, разнопланово, да, прошли, скажем так, по всем отраслям жизнедеятельности. И хоровое пение у нас даже будет сегодня. Да, да, да. У два человека это уже хор. Да, судя по фотографиям в социальных сетях, наверное, Юрий Авдеев будет доить коз. Нет, вы знаете, Юрий Авдеев доит коз, но только в новостной редакции. Да, у нас свои доители, да. А у нас есть Татьяна Балыкина для этого. Прекрасно. Почетная доярка «Утро нового дня». Ну, да. Спасибо вам, Редак. Предлагаю вернуться к нашим темам. Вам хорошего настроения, всем телезрителям хорошее начало недели. Да, и вам доброе утро. Всего доброго, да. Да, знаешь, действительно, стоит признаться перед телезрителями, у каждого корреспондента есть своя специфика. Вот он действует в определенном поле, ему интересны определенные темы. Поэтому наши коллеги и поэтому и пытались угадать, кто именно Дейл Кос, кто именно тушил пожар. Ну, дело в том, что на самом деле гораздо больше наших зрителей и наши коллеги тоже смогут увидеть в течение ближайших двух часов. Насколько я знаю, Леша Щербак, он как-то умудряется украдкой смотреть наши сюжеты, особенно, когда я обещаю полетать ему в студии. Даже во время радиоэфира? Ну, вот как-то он приходит и потом рассказывает, слушай, а что вот это было за техника и задает такие... Ну, слушай, ну, радищики творят чудеса, но, что я уверен, что... Раскрывает просто все. Да, но вот, к сожалению, погоду он не узнает, потому что у него сейчас гости, а мы прямо сейчас расскажем вам о том, что, какая погода ожидается в Крыму. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в Крыму. Добро пожаловать в Крыму. Ну, в целом, погода на полуострове примерно одинаковая, это 22 градуса тепла, вот в Симферополе, допустим, в многих других регионах, ну, вот в Судаке 19. А это все с пометкой плюс, чтобы никто не верит. Армянцы плюс 22, на луж-то приблизительно плюс 20, плюс 21 и облачность по всему полуострову. И, кстати говоря, совсем не штилевый ветер, это 3 метра в секунду, а где-то доходит даже до 30, поэтому симферопольцы, будьте готовы, что укладка может быть, скажем так, немножко ветренной. Ну, в общем, советуем сегодня вам все-таки захватить какие-то легкие куртки, пиджаки для того, чтобы вам было максимально комфортно. Проще снять куртку, чем замерзнуть и чтобы нечего было накинуть на плечи. Тоже верно, но начинаем мы утром не самых веселых новостей. Всем известный Грампи Кэт, это так называемый суровый кот, вот мы можем видеть его на большом экране, умер на медне. Об этом сообщили хозяева, народный любимец, кот с очень... Дело в том, что этот кот был безумно популярный в интернете, действительно, на просторах не только Европы, Штатов, но и у нас получил свою популярность. Его называли самым злым котом в мире, при этом, что его хозяева уверяли, что на самом деле характер у него совершенно другой, но тем не менее, вот что произошло, то произошло. Ждем, пока появится следующий суровый кот на свете. Да, ну или придет кот с другой, эмоция ярко выраженная, мимическая, знаешь, возможно, будет какой-нибудь добрый кот. Но в любом, как ни крути, выражаем сожаление хозяевам, и да, интернет потерял одного из своих героев, но, насколько мы знаем, все настолько скоротечно, что появятся новые. Тем более, что мы можем таких вам показать. Четырехлапые друзья ожидают новую семью тех людей, которые примут их и полюбят. И эти друзья, вот как раз хочу еще дополнить Артема, могут стать именно вашими героями, вашими любимцами. И периодически некоторых из них все-таки берут себе домой, и, может быть, и следующему тоже повезет. Давайте посмотрим. Волшебная Сью. Очаровательная и умеющая любить. Сью будет вам и охранницей, и самым добрым другом. Обратите внимание на девочку. Она прекрасно разбирается в людях и понимает, где нужно подать голос, а где помахать хвостом. Звоните, привезем. Плюс семь девять семь восемь восемь восемьсот шестьдесят три одиннадцать ноль три. Ну, мы чуть раньше уже анонсировали, что мы покажем материал о том, как наши корреспонденты вместе с спасателями тушили лесные пожары. Но хочется предупредить, что вот в Судаке МЧСники уже ликвидировали один из достаточно крупных пожаров. Его площадь была около четырехсот квадратных метров. И причины возгорания, вот предварительная версия, это просто непотушенный костер. То есть хочется предупредить, что если ходите отдыхать в лес, а сейчас продолжается сезон пикников, люди расслабляются, кушают шашлык, отдыхают, просто наслаждаются природой, то внимательно проследите, чтобы костер был потушен. Да, также сотрудники спасательных служб предупреждают, что простой быватель даже не представляет то, насколько быстро и легко огонь может распространяться по лесу сухому, такому засушливому, тем более в ветреную погоду. Потому что действительно сухая трава горит, как бумага, просто полыхает моментально, и деревья очень легко подхватывают пламя и очень долго его держат. В связи с этим были проведены специальные меры, и при помощи определенной технологии, это специальный рюкзак с распыляемым веществом, каким-то химическим, и дима, была даже пропитан слой почвой, с леющей травой, чтобы возгорание не повторилось. То есть провели такие постмеры, которые предотвратили будущее повторное возгорание в этом месте на какое-то время. Это все говорит о том, что действительно в лесу очень опасно оставлять пламя, да и разводить в целом. А если уж разводите, я понимаю, что лесники не могут отслеживать все лесное хозяйство и контролировать каждый метр, то... Ну, при всем желании, да. Да, да, то, пожалуйста, огораживайте его камнями и обязательно тушите. Но лучше, конечно, не нарушать лесной порядок и разводить костер только в местах для этого специально отведенных. Да, и костер, когда... пожар, точнее, когда горит низ леса, он менее опасен, чем верховой, но тем не менее выжить может и норы, где живут животные, и даже в трагических ситуациях дойти до жилых помещений. Поэтому всегда нужно думать не только о своей безопасности, но и о чужой. И вот Стефан Филатов у нас съездил и посмотрел, как сельхозпредприниматели уже готовятся к тому, чтобы тушить свое хозяйство от пожаров и вообще, как их предотвратить. Это вся техника примет участие в уборке. А сохранить уборку, оставить страну с хлебом – это величайшее задание, величайшая наша принадлежность жизненно. Жаркая, по-настоящему летняя погода уже пришла в Крым. Вместе с этим на полуострове начался сезон повышенной пожароопасности. В особой зоне риска – сельхозпроизводители. Мы находимся на конкурсе, цель которого – проверить уровень их подготовки. До начала конкурса остаются считанные минуты. Сейчас сотрудники МЧС проводят проверку техники. Готовы ли вы к выступлению? Да, мы готовы полностью к выполнению задачи. Автомашина – это еще с советских времен. Называется она ЗИЛ-130, АЦ, приспособленная к пожаротушению. Емкость воды 2,2 и плюс пенопреобразователь. В тушении мнимого очага возгорания приму участие я. Сделать это можно только при нужной должной экипировке. Экипировка выполнена из пожароустойчивой прорезиненной ткани, которая способна выдержать 700 градусов тепла. В ней, конечно, жарковато, но безопасность прежде всего. К выполнению второго этапа смотра конкурса пожарной техники приступить! Вне конкурсной программы, как образец для подражания, в мероприятии приняли участие сотрудники пожарно-химической станции второго типа. Как вы считаете, справились ли участники с поставленной задачей? Да, справились. Все выступили на хорошо. Период, начавшийся на полуострове, представляет из себя серьезную угрозу, так как жара пришла неожиданно. Существуют классы пожарной опасности с первого по пятый. А на сегодняшний день, по сводкам МЧС, у нас в Симферопольском районе третий класс пожарной опасности, средний. В мероприятии приняли участие более 10 команд сельхозпроизводителей из Симферопольского района. Все они теперь готовы к обеспечению безопасности на своем производстве. Будьте готовы к чрезвычайной ситуации и вы. В случае пожара звоните по номеру 101. Стефан Филатов, Сергей Козырь. Утро нового дня. Так, ну а в сети такое произошло, что тушить пожар придется и в домах некоторых фанатов кинематографа, потому что на их звезду неизвестные напали. Догадываешься, о ком я говорю? Я видела эту новость, поэтому только я знаю. Это Арнольд Шварценеггер и напали на него, не поверите, где? В Африке. Да, в ЮАР, причем на самом деле у нас есть кадры нападения. Давайте посмотрим, потому что это что-то необычное. Значит, он был в одной из школ, проводил мастер-класс, насколько я понимаю. Ну, собственно, так все и выглядит. Как вдруг неизвестный налетел на железного Арне. Конечно, неизвестного сразу же поймали, а Арни устоял и вполне себе справился с ударом. Вот мы видим в замедленном действии. Ну, на самом деле поражает то, что мужчина в таком возрасте, по-моему, если не ошибаюсь, ему уже за 60 лет, во-первых, в такой хорошей физической форме, во-вторых, он чем там занимался? Он раздавал автографы, учил детей, и в-третьих, что этот мужчина устоял, даже несмотря от неожиданного подлого удара в спину. Ты знаешь, я бы скорее удивился, если бы Арни не устоял, потому что... Ну, возраст-то имеет право брать свое, но, тем не менее, терминатор навсегда остался терминатором. Да, вот именно, что роли, которые он сыграл в прошлом, стали культовыми и имеют отклик, отглаз даже в настоящем. Ведь и сейчас актер ассоциируется у нас с непобедимой горой мускулов, да состоящей, что уж там, буквально из металла. Я это говорю к тому, что некоторые события играют значимую роль, да что уж там некоторые, почти что все, в нашей общей обоюдной истории. Поэтому давайте изучим ее внимательно, о том, что произошло в эту дату, прямо сейчас. 20 мая 1570 года фламандский картограф Авраам Артелий разработал прототип современного атласа, собранный из 70 карт и статей страновеческого характера. Зрелище круга земного, а именно так называлась книга, было переиздано более 40 раз на шести европейских языках. 20 мая 1742 года русский штурман Семен Челюскин на собачьих упряжках достиг самой северной материковой точки Евразии – мыса, впоследствии названного его именем. В наши дни на этом месте функционирует радиометеорологический центр. В тот же день, 1801 года, начался трехнедельный военный конфликт между Испанией и Португалией, получивший название «Апельсиновая война». Причиной послужил отказ королевства Португалия разрывать союзные отношения с Британской империей, несмотря на требования со стороны Испании и союзной ей Франции. 20 мая 1873 года фирма «Левайс Ройс энд Компани» получила лицензию на единоличное право производства брюк с заклепками на карманах. Этот день можно считать официальной датой рождения джинсов. 20 мая этого же года в Петербурге была публично продемонстрирована работа электрической лампы для уличного освещения, созданной известным электромехаником Александром Ладыгиным. В тот же день 1875 года в Париже 17 государствами была подписана метрическая конвенция. Международный договор заключили, чтобы обеспечить единство мировых измерительных стандартов. На данный момент систему не используют лишь три государства – США, Мьянма и Либерия. 20 мая 1916 года жители канадского города Берлин, провинция Онтарио, в связи с войной против Германии, приняли решение о переименовании в Китченер. Поселение было основано немецкими переселенцами, чье культурное влияние в быту жителей населенного пункта чувствуется до сих пор. Ну а Крым в этом году присоединится к всероссийскому велопараду, который проходит по многим крупным городам. Поэтому давайте доставайте свои велосипеды, подкачивайте воздух в шины и айда, потому что маршрут предстоит интересный. Он пройдет фактически через центр города. Ну и к тому же это сэкономит вам топливо. Про топливо сейчас и поговорим. Давайте узнаем, что сколько стоит. Начнем, как всегда, с газа. 26 рублей 66 копеек за единицу объема. А вот дизель, как всегда, дороже. Менее чем в два раза, но все же. 50 рублей 31 копейка за литр. 92-й бензин 46 рублей 27 копеек. Дешевле дизеля, но при этом менее экономный. По крайней мере, говорю вам на своем опыте, да и со мной многие согласятся. 95-й бензин стоит дороже дизеля, причем в этот раз, скажу вам ощутимо, почти на 4 рубля. Немного меньше, на 23 копейки получается, что меньше. И стоит он 50 рублей 0,4 копейки. А 98-й бензин стоит 56 рублей 39 копеек. На данный момент самый дорогой бензин на рынке горючего, если не говорить про бензины с разными присадками и прочим. Ну, о них, конечно, тут уже дело каждого, заправляться или нет. Точно так же дело каждого, следить за рынком валюты или нет. Но мы вам все равно подскажем, знания лишним не будет, да и к тому же можно вовремя что-то купить и что-то продать. Два наименования, евро и доллар, разберем по порядку. Итак, 64 рубля 55 копеек стоит условно единица доллара. Это говорит нам о том, что по сравнению с прошлыми днями он немного упал. Что же, возможно, для кого-то это выгодно. И евро стоит 72 рубля 36 копеек за единицу. Тоже нет, стоит от доллара и совершает небольшой прыжок вниз. Даже не прыжок, я бы сказал шажок, потому что падение не сильное, но все равно ощутимое, особенно если речь идет о больших цифрах. Кстати, о больших цифрах. Если вовремя пользоваться нашей информацией, то можно сэкономить деньги и, например, куда-нибудь сходить или куда-нибудь съездить. К тому же я уверен, что мероприятия в Симферополе имеются. Да, чего стоила только ночь музеев, которая прошла в Симферопольском аэропорту. И там сотрудники аэропорта подготовили прям настоящую выставку летной техники. И среди них была и даже аэродромная тягача для обслуживания тяжелых самолетов. И погрузчик для контейнеров, и поддонов. И, конечно, аэропорт это не музей, но тем не менее, как заявили в пресс-службе, нам тоже есть что показать. И сказали, что теперь аэропорт будет участвовать регулярно в такого рода мероприятиях. И покажет еще больше той техники, которую мы можем видеть только при отлете и либо при лете в аэропорт. Ты знаешь, я хочу сказать, что действительно, хоть де юра аэропорт это не музей, но посмотреть там есть на что и даже не в ночь музей. Тем более на наш аэропорт, он, конечно, красивый. Да, и получить удовольствие просто от того, как взлетают и приземляются самолеты, особенно если это увидится смотровой. Ты знаешь, я еще что видела, я недавно как-то была в аэропорту, ну, как недавно, года уже пол назад, и я видела там самолет, окрашенный в тигровый окрас, ну, то есть самолет тигренок. Я тогда, конечно, сразу сфотографировала и выложила в социальные сети, потому что это забавно, если уже самолет так окрашивает. Да, это значит, это какие-нибудь королевские авиалинии африканские, скорее всего, королевский самолет. Но, знаешь, на это я бы обязательно сходил посмотреть. И еще я бы сходил посмотреть на что-нибудь интересное, ну, вот буквально сейчас, потому что самолет я не застану. Может быть, кино, а может быть, театр. Кстати, да, скажу по секрету, в кино я собираюсь. Поэтому для тех, кто поддерживает мою инициативу и тоже хочет пройтись на светский раут, прямо сейчас наша следующая рубрика. В этот день в кинотеатрах третья часть нашумевшего боевика «Джон Уик». Профессиональный киллер становится изгоем после того, как нарушил кодекс тайного общества наемных убийц. За его голову назначена премия 14 миллионов долларов. В главных ролях Киану Ривз, Холли Берри и Лоуренс Фишер. Сеансы вы можете выбрать самостоятельно. Мелодрама в метре друг от друга. В городской больнице знакомятся два одиноких подростка с редкой болезнью. Им запрещено контактировать, но истинная любовь диктует свои правила, и ребятам пришлось выдумывать новые. В кинотеатрах в этот день комедия-мошенницы. Две успешные дамы знают основные правила соблазнения – высокие каблуки и яркая помада. А еще умеют расплакаться в любой момент. Их манит все, что блестит, а то, что плохо лежит, оказывается у них в кармане. История о женской погоне за деньгами в кинотеатрах в удобное для вас время. Для самой младшей аудитории фильм «Пикачу-детектив». Частный сыщик исчезает при загадочных обстоятельствах. На поиски отправляется его сын, но не один, а с очаровательным помощником – покемоном Пикачу. Чтобы найти улики, сыщикам придется познакомиться с самыми разнообразными персонажами. И раскрыть заговор, который может разрушить эту необычную вселенную. 16 июня. Севастополь. Приглашаем вас стать участником уникального культурного события. Международный. Шестой. Большой севастопольский офицерский бал. Офицерские и гражданские пары со всей России и зарубежных стран. А в нашей студии нас уже ждет гость, поэтому мы с Артем сейчас прямо к нему и пройдем. Сегодня у нас в гостях Владислав Антонов, эксперт в пассажирских перевозках. Доброе вам утро. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Ну и сходу перейдем к волнующим нас и телезрителей вопросам. Итак, насколько мы знаем, произошло изменение цен в сфере перевозок. Правильно. Чем это грозит перевозчику в первую очередь? Это перевозчикам бы не грозило, как вы выразили, что грозит. Наоборот, это им должно было быть выгодно. Это грозит пассажирам, получается. В первую очередь это для них выгодно. Но на сегодняшний день сложилась такая тенденция, что перевозчики это все-таки частный бизнес. И частному бизнесу, как и любому человеку, который хочет добиться максимальной выгоды при минимальных вложениях. Главой республики был утвержден новый тариф, но при условиях, что перевозчики должны были бы пойти на определенные условия. Это однозначно то, что обновление подвижного парка. По-моему, должна была быть, если я не ошибаюсь, безналичный расчет. Во-вторых, отслеживать их можно было бы. Одно из условий того, что с помощью смартфонов. Все дело в том, что здесь по большей части претензия, я скажу честно, что не к самим перевозчикам, а к организаторам перевозок. Потому что я, как в прошлом году, до марта этого месяца был заместителем председателя общественного совета при Министерстве транспорта. Я более точно знаю, что как и перевозчики не готовы к открытому общению с властью, так и власть, как организатор перевозок на сегодняшний день, как и муниципальное образование. До сих пор нет программ единых, по которым можно было бы отслеживать конкретно каждый автобус. Ну вот хорошо, скоро у нас курортный сезон, все мы об этом знаем. А наши перевозчики вообще к этому готовы? Я скажу так, что невзирая ни на какие трудности, там есть нюансы. Только у нас в течение трех дней был смотр автобусов, которые будут перевозить на регулярной основе от аэропорта, с автостанции. Я скажу с уверенностью, что подвижной состав в общем своем формате готов. Абсолютно, чтобы пассажиры не переживали, автобусов предостаточно. Но есть требования, которым надо все-таки стремиться. Часто же мы видим, что люди выкладывают в социальных сетях фотографии, мы можем своими глазами видеть, что есть очень много нового транспорта, но тем не менее очень много и того, которое нуждается в ремонте. В каких городах ситуация самая лучшая, а в каких не самая? Безусловно, на сегодняшний день самая лучшая ситуация это город Симферополь, потому что здесь есть муниципальный транспорт МОП, Горавтотранс. Также здесь база Крым троллейбуса, потому что вы как сами должны понимать, что основная была ставка сделана на развитие. И это абсолютно правильная ставка, что по концепции развития транспортной отрасли в республике Крым все-таки делается ставкой на сегодняшний день. Это на развитие муниципального транспорта. Пассажиров должно возить государство. Я считаю, что это совершенно и абсолютно правильно. Как еще можно улучшить качество перевозок? То есть, как я понимаю, первый пункт это, получается, что переход на государственный общественный транспорт полностью. Возможно, есть какие-то все-таки системы взаимосвязи с частниками. Можно как-то наладить эту систему? Можно было бы, отвечаю прямо, наладить. Но диалог в лице главы с частниками, то бишь ассоциацией перевозчиков республики Крым, это ассоциация, это просто объединение частных перевозчиков. У главы с частниками ассоциаций, в частности, был 4 года. Прямой диалог, и почему сейчас и так чуть-чуть не сложились отношения, потому что диалог подразумевает под собой, когда идет взаимосвязь между двумя людьми. В данном случае 4 года идет монолог. Ну все мы знаем, что, во-первых, сменилось очень много перевозчиков, что были мероприятия проведенные, да, и помним, у Симферопольский антитеррор, да, и различные, когда просто часть перевозчиков выявляли, да, монополистов некоторых, скажем так. Есть такое? Да. И когда разрывали с ними договоренности, заключали с новыми, опять же такие, что и, ну вот эта ситуация по Симферополе, а по другим регионам полуострова что? По другим ситуация крайне, крайне острая, и есть к чему у нас, я не хотел бы... Есть к чему стремиться, я понимаю, что нужно ремонтировать транспорт, да? Потому что я хочу вот на том тех примерах, чтобы все поняли, пригород, город Ксимферополя, Ивановка, Денисовка, вместо заявленных трех автобусов ходит один, раз в два с лишним часа. Вы представьте, что это будет? По трассе Таврида с открытием рабочего, подчеркиваю, движение по трассе Таврида, Тленинский район. По документам у автобусов и продажа билетов идет на то, чтобы пассажиров завозили в определенные населенные пункты пассажиров туда. Водители, подчеркиваю, водители не завозят. Нет контроля. Я еще раз подчеркиваю, здесь нужен именно вы, как спрашивали, что можно сделать. Полтора года уже идет обоснование о создании государственного казенного учреждения, которое взяло бы на себя функцию линейного контроля. Так же само бы и исполняло бы функцию регионального РНИС, навигационно-информационной системы, в которую мы в любое время можем зайти в программу и видеть эти все автобусы, где они движутся, где у нас пробка. Ну то, о чем говорили, что должны модернизировать, через приложение все видеть. Да, и собирались же. Дело в том, что здесь чуть-чуть не то. Приложение Яндекс, это как для пользователя. У нас нужен в первую очередь система контроля. То, чтобы мы видели и перевозчик, и водитель, он должен четко осознавать, что мы не голословно обвиняем, а у нас есть четко... Делаем. Ну, это система, в общем, контроля перевозки внутренняя, да, то есть она получается внутриорганизационная. Что же, вам большое спасибо за эту подробную информацию. Я напоминаю, что у нас в гостях был Владислав Антонов, это эксперт пассажирских перевозков. Большое вам спасибо за эту, скажем так, злободневную, но актуальную информацию. Кстати, говоря, любые изменения, связанные с транспортом, тут же попадут в сеть. Знаете почему? Да потому что крымчане очень любят выкладывать все самое актуальное и интересное в своих социальных сетях. Поэтому давайте прямо сейчас посмотрим самую актуальную подборку. Пользователи сети активно выкладывают снимки, демонстрирующие последствия недавно произошедшего пожара на центральном рынке. Обуглившееся дерево, обгоревшие стены и испорченный товар. Семь лет работы уничтожены за пять минут, пишет автор. Комментаторам остается только посочувствовать потерпевшим. Правда, некоторые нашли случившийся пожар уж слишком подозрительным. Жителей крымской столицы напугали кадры, на которых змея внушительных размеров обедает рыбой, только что пойманной в нижнем пруду реки Славянка. Беспокойные пользователи сразу же признали в присмыкающемся опасную гадюку, но знатоки в комментариях вовремя расставили все по местам. На видео никто иной, как водяной уж, не ядовитый, совершенно безопасный для человека. В Каменке уже не первый день тлеет свалка. Автор видео, заметивший на горизонте столб дыма, удивлен, почему никто не обращает на это внимания. Каждое лето горит, никто ничего не делает, пишут в комментариях. Более того, повсюду разлетаются пакеты и прочий пластик, добавляют пользователи. Ситуация не только опасная, но и вредная для окружающей среды. Видео с неожиданным концом, вернее, вполне себе ожидаемым. Когда нарушаешь скоростной режим, опережаешь автомобиль, не соблюдая дистанцию, недалек час нарваться на неприятности. Так и случилось. Белую молнию, по всей видимости, занесло. Пилот не справился с управлением. Результат – встреча с ограждением. К счастью, водитель-экстремал остался жив. Такой живописный, умиротворенный пейзаж усыпит даже самого страшного зверя. Что говорить про котенка? Кадры невероятного вида, открывающегося с горы Клементьева под Коктебелем, моментально набрали популярность в сети. Некоторые даже завидуют коту. 200. Ромно столько несанкционированных свалок было обнаружено в Ялте. Причем это не просто 2-3 бумажки, это целая куча отходов, как из строительных, так и бытовых. Что же, с этим нужно что-то делать. 350 тонн уже вывезено, 40 таких мест. Остальные скоро будут разобраны. Чтобы это предотвратить, власти Ялты собираются устанавливать видео и фотофиксаторы на местах, где обычно происходит стихийный сток таких отходов. Но, как по мне, поразительно то, что людей не останавливает элементарная мысль о том, что экологию родного края необходимо беречь. Ну и при том, что мы знаем, где берегут экологию родного края и где спокойно выживаются люди и звери. А подробнее об этом расскажет Татьяна Балыкина. Если общение с животными облагораживает душу, то можно предположить, что самые счастливые сотрудники разных экоферм. Екатерина Остапенко ведет хозяйство уже больше 12 лет. А началось все с любви к лошадям. О том, как за ними ухаживать, знает все. Ежедневная чистка, кормление, обязательно променад для него прогулка. То есть лошадь не может стоять сутками в деньнике, в конюшне. Она должна работать, гулять, выпасаться. На ферме у Екатерины целый табун лошадей. Но самый норовистый среди них – вожак. По совместительству конь-инструктора. Пепел – местная звезда. Обычно туристы на нем не ездят. Но мне сегодня повезло. За небольшую взятку он согласился меня покатать. Пепел – очень спокойная лошадь. Просто нужно уметь с ним обращаться, правильно взять поводья в руки. На удивление, конь ведет себя послушно и терпеливо покоряется даже такому новичку, как я. Мне казалось, что это будет страшно. Но на самом деле эмоции зашкаливают. Это очень здорово. Лошади очень контактные. Если человеку удалось найти с животным общий язык, значит, и за несколько минут в седле выучить азы верховой езды не составит труда. Не менее дружелюбны и другие питомцы подворья. В этом вольере восемь видов животных. Ухаживает за ними Татьяна Кротова. Особенности кормления у каждой индивидуальные у нас. Допустим, овечку мы кормим молоком коровьим с бутылочки. Одна маленькая козочка бьет с ванночки у нас молочко козье. Мы доим коз больших. Остальные на зерне и на осенне. Вниманием и едой никто не обделен. Наверное, поэтому все звери живут дружно и охотно идут на контакт с человеком. Это вот стенд специальный у нас для кормов, для маленьких, мелких животных, крызунов. Вот кролик у нас, крыса и морская свинка. Берем ванночку, набираем по чуть-чуть каждого вида зверна. Насыпаем и смешиваем. И открываем клетку. Можно взять щепоточку и насыпать вот в кормушку кролику. А какой породы кролик? Это декоративная крольчиха. С кормлением Татьяне помогает приемная мама малышей. Эту козу зовут Фея. Ее молоком подкармливают маленьких животных. Считается, что оно питательнее коровьего. Вы не поверите, что мы сейчас сделаем. Я попробую ее подоить. Посмотрим, получится ли. Ну что-то получается. Ура! Доить вручную не так просто, как кажется на первый взгляд. Здесь нужна сноровка. Посмотрим, как это делает профессионал. Находим сосок. Зажимаем повыше двумя пальчиками. Большим и указательным. Появляется шишечка. Другими пальчиками нажимаем. Нежно. Молоко выливается. Не менее заботливые родители – южноафриканские страусы. Каждое яйцо приходится отбирать с боем. Даже несмотря на то, что для естественного вылупления птенцов погодные условия в Крыму не подходят. Нужен специальный инкубатор. Страусы в основном несут яйца с трех лет. То есть уже два года она радует нас раз в неделю обязательно одним яичком. И как вы их используете? Мы готовим очень вкусные и питательные омлеты. Содержат страусов раздельно, но в брачный период самцов подсаживают в общий вольер. Между тем характер у этих наземных птиц своевольный. Тем, кто кормит, улыбаются. А если вдруг что-то не нравится, могут и клюнуть. Правильно начать утро и запастись энергией на весь день поможет плотный завтрак. Одним таким страусиным яйцом можно накормить 15 человек. При этом его энергетическая ценность меньше, чем в куриных. В 100 граммах всего 118 калорий. Покататься на лошади, с руки покормить птиц и животных, самостоятельно подоить козу – это может стать настоящим приключением не только для детей, но и для взрослых. Татьяна Балыкина, Анатолий Агеев. Утро нового дня. Тем временем, без особых приключений, по крайней мере, надеюсь, обходится у нашего мобильного корреспондента Алисы Троян. Прямо сейчас она вещает из центра города. Давайте поздороваемся. Доброе утро, Алис. Здравствуйте, дорогие друзья. Доброе утро. На улице сейчас достаточно тепло. Сейчас плюс 16 градусов. Но ощущается очень большая влажность. Влажность до 98%. Поэтому во многих частях города может быть туман. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны на дорогах. Синоптики не обещают сегодня каких-то сильных осадков. Но, тем не менее, говорят, что первая половина дня будет облачной. А вот начнется дождь и ливень с завтрашнего дня. В среду обещают грозы. Ну, надеемся, что в скором времени это все пройдет. Ну, как всегда, как это и водится, на выходные ожидается дождь. Ну, мы с вами к этому готовы. Так происходит каждую весну. А также я хочу отметить, что сегодня температура днем будет достигать 25 градусов. А вечером уже, наконец-то, выйдет солнышко. И можно будет свой день посвятить. Знаете, чему? Сегодня Всемирный день пчел. Это учредили в Словении. И весь мир это поддержал. Потому что действительно сейчас стоит очень широкая и массовая проблема. Потому что пчелы почему-то начинают вымирать из-за использования пестицидов и гербицидов. А тем не менее, к нам, с Симферопольцем, этот праздник имеет непосредственное отношение. Потому что наш город польза, город собирателей. Я хотела бы напомнить о том, что в городе установлены маленькие памятники пчелкам. Которые символизируют наш город. И каждый из которых принадлежит особой профессии. Я вот сейчас нахожусь в парке Тренева. И напоминаю, что вот здесь можно на асфальте найти вот таких двух маленьких пчелок, которые играют в мяч. А всего в городе расположено 27 таких маленьких памятников. Как говорят организаторы. То есть они попытались их установить в тех местах, где люди бы на них не наступили. Но тем не менее, можно было бы найти их случайно. Так почему бы сегодня вечером, в этот день, который можно просто назвать симферопольским праздником, тоже не пойти на такой своеобразный квест и не насобирать вместе со своим ребенком. А может быть вы просто взрослый ребенок в душе, и вы можете пойти и пособирать их всех, сфотографировать и отправить в социальные сети. Потому что это уже набирает обороты, акция, и многие люди присоединяются и пытаются найти всех жителей, маленьких пчелолюдей в нашем городе. Студия, вам слово. Спасибо, Алиса. Да, спасибо, Алиса. Но хочу предупредить зрителей, насобирать это не значит оторвать и отнести домой, а сфотографировать. Потому что такие прецеденты уже были. И, между прочим, многие люди не только выкладывали это в интернет, а и вкладывали это в свои карманы и уносили. Так делать нельзя. Это неправильно. А вот выложить в интернет самое то. В качестве фотографии. А вот сколько фотографий появилось после того, вы видели вообще, какая луна вчера была над Симферополем. Над Симферополем огромная, красная просто. Я, кстати, хочу сказать, да, что про луну тоже нам будет что показать. Но сейчас хочу более того показать самые актуальные новости из интернета. Поверьте, там много чего произошло. Когда человек не хочет заботиться об экологии, природа берет ситуацию под собственный контроль. На примере героя этого видеоролика становится ясно. Спорить с ней бессмысленно. Нарушая ПДД, вы рискуете не только собственной, но и жизнями других участников дорожного движения. Объезд транспортных средств по обочине запрещен. На кадрах, снятых на регистратор, видно, как после запрещенного маневра в аварию попали три автомобиля. К счастью, обошлось без пострадавших. Теплая погода, озеро и водная горка. Что еще нужно для хорошего летнего отдыха? Конечно же, доза адреналина. Экстремал из следующего видеоролика нашел способ, как получить острые ощущения. Этот день трое в строительной люльке запомнят надолго. Внезапно поднявшийся шквалистый ветер застал мужчин врасплох. План выполнить не удалось. Куда важнее выжить. Со стороны это напоминает поднимающееся в печи тесто. Тем не менее, перед вашими глазами процесс формовки высококачественных чемоданов. Вот так, под действием вакуума, пластик приобретает необходимую форму. Спортсмена видно издалека. Тем более, такого, как этот мужчина. Несмотря на лишний вес, герой видеоролика идет к своей цели. Пускай техника исполнения сальто не идеальна, зато удивить друзей уже получается. Да, а я вот, как обещал, хочу продемонстрировать тебе, Саша, уникальное явление, которое было недавно в небе над Москвой. Ну, так называемая голубая луна. Давай посмотрим вместе. Суферополя красная, в Москве голубая. Ой, она правда голубая какая-то. Да, она голубая и большая. Я думаю, что ты даже можешь рассказать, с чем это связано. Да, могу. Я знаю, что в ночь на 19 мая над Москвой можно было наблюдать эту самую голубую луну. И что в следующий раз мы сможем ее видеть только в 2021 году. Но вообще, в чем суть? В том, что так называется третья полнолуния, голубая луна, если в сезоне их случается четыре. Свой цвет естественный спутник Земли при этом не меняет, остается пепельно-серым. И вообще, такое новолуние, как говорят некоторые эксперты, но эксперты, наверное, в кавычках, они считают, что такая голубая луна – идеальное время для инопланетного вторжения. Я надеюсь, что на Землю никто не вторгался, но то, какая луна была вчера в Симферополе, поразило меня еще больше, потому что она действительно была просто огромной, какая-то кроваво-красной, и таких я еще… Ну, вот небесного светила в таком виде я еще не наблюдала. Знаешь, с луной на самом деле вообще связано очень много мифов и историй, начиная от лунной дорожки, которая проходит по морской глади. Кстати, о морской глади давайте посмотрим. Я нас чудным образом переместил в Севастополь. Я, конечно, не волшебник и не пришелец, чтобы обладать такими технологиями, но тем не менее вот на такие трюки я способен. Так вот, конечно, луны еще не видно, но я думаю, ты слышал эту легенду о том, что если плыть по лунной дорожке, то ты уплывешь и не вернешься. А иногда очень часто, когда не слышал, но знаешь, что когда смотришь на лунную дорожку, на озере, там на море, особенно вечером, когда в стране романтическая, то хочется взять, встать и пойти по ней. Я не знаю, как это работает. Конечно, умом ты все понимаешь, что сейчас ты просто провалишься под воду, и дай бог, чтобы все это хорошо закончилось, но вот эта вот тяга, какое-то желание непреодолимое, и с ним, конечно, справиться на самом деле непросто. Да, но вот у меня такое желание сейчас просто посмотреть на море, поэтому я взял и открыл камеры, связанные с Херсонесом. Какая красота! Все-таки действительно без луны дорожки, но тем не менее с таким-то видом. Вот знаешь, туман, есть в нем нечто поэтичное, когда море такое, слегка серовато-бледноватое, понимаешь, но в нем чувствуется что-то нордическое, но что-то привлекательное. Так и кажется, что вот корабль сейчас приплывет парусный. Да, 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 ну такое оно серое у нас, потому что вчера был очень сильный туман, и сегодня с утра уже, конечно, он был гораздо меньше, чем вчера вечером, но тем не менее. Вот просто чего стоит видеть такую картину, Херсонес, залив, море, с утра, даже находясь в Армянске, в Симферополе, в Джанкуе, неважно в каком городе, да, Крыма, пусть не Приморском, но иметь возможность увидеть море даже с помощью телевизора. Да, выйти на простор морского берега, знаешь, так расстегнуть рубашку немного и спеть просто под бриз морской. Может быть, просто благодаря вот тому, что мы вам показали, некоторые из наших зрителей будут готовы сегодня вечером после рабочего дня взять и просто поехать попить чай или кофе около моря, послушать шум прибоя, насладиться этой жизнью, потому что каждый день он особенный, и иногда просто хочется просыпаться и сразу петь буквально. Ну, я не знаю, конечно, хорошо, когда есть такое настроение. Да, конечно. Ну, а еще хорошо, когда поют профессионалы. И о том, как поют профессионалы, нам подробно расскажет Александр Ткачев. Эмоция — это не крик. Эмоция — это не крик. Эмоция — это не крик. Так проходит репетиция в Симферопольской детской музыкально-хоровой школе. А это ее директор Виктор Заславский и по совместительству художественный руководитель образцового детского хора школьные годы. Уже 45 лет он создает музыку руками. В 1974 году я закончил Одесскую консерваторию, куда мечтал поступить и мечтал учиться только там. Дело в том, что хоровая школа Одесской консерватории на то время была лучшей в Союзе. Эту школу Виктор Абрамович бережно хранит, передавая каждому своему воспитаннику. В одном из учебников по дирижированию я прочитал, что научиться дирижированию, ну, это очень трудная задача, может быть, почти невозможная. В том случае придет успех, если есть, во-первых, в работе система, и она четко прослеживается, а, во-вторых, существует педагогика сотрудничества. Наталья Заславская, его дочь, тоже дирижер. Закончила Одесскую консерваторию. Вернувшись в Симферополь, она создала камерный хор «Мадригал». В нем поют те дети, которые даже после окончания курса школы не могут оставить музыку. Ведь главная задача учителя – не только подготовить хорошего певца, но и посеять в душах подростков тягу к прекрасному. Педагоги не скрывают секретов мастерства. Работать даже с проблемными учениками им помогает методика Дмитрия Огородного. Для нас действительно методика Огородного – это ключ к успеху, потому что она позволяет развить самых обыкновенных детей. Более того, методика позволяет овладеть замечательным вокальным звуком, который является для нас визитной карточкой, является, скажем так, очень сильным козырем в борьбе на серьезных международных конкурсах. Для детей очень важна ассоциация картинки и звука. Ориентируясь в простой схеме, ребенок учится контролировать голос, развивая возможность играть оттенками от форта к пиано, от дольче к апассионата. Высшим уровнем мастерства является умение окрасить звук чувственно. Специально для этого в школе проводятся конкурсы художественного чтения. И помните, это тоже очень важно. Чувствую, понимаю, что чувствую. Голосом передаю. Одна из наиболее важных деталей в хоровом искусстве – это руки дирижера. Ведь пение рождается на кончиках пальцев. Дирижер – это главный исполнитель. И, конечно, средство общения дирижера со своим инструментом, будь то хор или оркестр, или ансамбль – это руки. Самое главное, чтобы хор ощущал себя единым целым, единым организмом. Знаете, я говорю своим ученикам так. Кто научится петь в хоре, тот научится жить. Благодаря самоотдаче преподавателей и ответственности учеников, сегодня холл Симферопольской музыкально-хоровой школы больше похож на сокровищницу Золотовалютного резерва Российской Федерации. Стены уставлены стеллажами со сверкающими кубками. И совсем недавно полки пополнились новыми экземплярами. В эти майские праздники хоры «Школьные годы» и «Мадригал» на международном конкурсе «Звучит Москва» собрали все возможные награды. Это моя первая поездка была. И я думал, что мы займем первое место. А на самом деле мы заняли три первых места и гран-при. Мне так было классно. Мы не сомневались, что будет первые места, даже гран-при, потому что наши преподаватели великолепны, профессионалы, и под их руководством не могло быть по-другому. Арина Новосельская, министр культуры Республики Крым, профессиональный музыкант. Она искренне считает, что заслуги коллективов маленькой музыкальной школы стали большим вкладом в культуру всего полуострова. Наш коллектив «Школьные годы», он, безусловно, является всегда лидером всех детских и юношеских программ в Республике. И хотела бы еще и еще раз нашему зрителю напомнить о том, что в 2015-2016 году проходил в Санкт-Петербурге чемпионат, хоровой, хоровой чемпионат мира, так он назывался. И коллектив Виктора Абрамовича Заславского привез гран-при. Хоровые чемпионы, к тому же, круглые отличники. Они преуспевают в школьных предметах и в музыкальных науках. Согласно исследованиям британских ученых, если начинать и заканчивать свой день музыкой, то удача непременно улыбнется вам. И это ли не повод начать «Утро нового дня» именно с песни? Итак, стрейти цифры, пожалуйста. Александр Ткачев, Алексей Староженко. «Утро нового дня». Первый час прошел, но ничего, впереди еще целый час, потому что с 8 до 9 мы будем с вами в прямом эфире на телеканалах «Первый Крымский» и «Крым-24» рассказывать самые актуальные и интересные новости, делиться подробностями о всяких необычных событиях, да и к тому же нам есть что вам показать. Ну и нам хочется, во-первых, просто разбудить вас, сделать это утро более добрым, более светлым и, на самом деле, более бодрым. На часах уже 8 часов, поэтому пора вставать. Ну, Артем говорил про новости. Наверное, не заставим ждать ни Артема, ни вас, телезрители, поэтому начнем с трассы Таврида. Самая большая развязка трассы Таврида откроется для автомобильного движения 19 мая. Это на две недели раньше установленного графика. Более того, главная транспортная артерия полуострова тоже может быть запущена с опережением сроков. Подробности у Марии Красновицкой. Мы сейчас заезжаем сюда так, потом мы доезжаем до разворота. Это получается в одну сторону 7 километров, в другую сторону 6 километров. На карте развязка трассы Таврида под Симферополем. Утвержденный проект не включает путепровод с пешеходным переходом, который так необходим жителям Мазанки, Донское и ближайших сел. Министра транспорта России просит обратить внимание на проблему, которая возникла почти для пяти тысяч крымчан. Влезем в деньги? Есть. Влезаем. На месте обосновывают и необходимость строительства новой дороги на Юго-Востоке. В будущем обязательно нужно соединить Тавриду с трассой на ЮБК, минуя Крымскую столицу. Либо это вот транспортная развязка, которую только что вам показывали, в районе Мазанки, то есть сделать полноценную и через нее развязываться. Либо, соответственно, тут существующая развязка, которая вот такой конфигурацией, она у нас синим изображена, то, что сейчас есть, и, соответственно, то, что будет необходимо к ней достроить для того, чтобы запустить юго-восточный обход. Не только по бумагам, на колесах и собственными ногами Евгений Дитрих инспектирует главную транспортную артерию полуострова. Седьмой, шестой и пятый этап. В целом готовность трассы более 60%, вот, значит, но должен сказать, что те работы по инженерному укреплению, собственно, это работы, которые, может быть, не такие капиталоемкие, но достаточно продолжительные по времени. Поэтому, ну, собственно, если мы успеем открыть дорогу раньше, то на достаточно небольшое время. Здесь у нас практически все готово. Эти участки, что называется, можно открывать для переключения движения в самое ближайшее время. Речь идет об участке в полтора километра на развязке под Симферополем возле сел Урожайное и Трудовое. На этой транспортной развязке, как и на всей первой очереди, уже уложено два слоя асфальтобетона. Это верхний слой основания и нижний слой покрытия. Как вы видите, на развязке установлено барьерное ограждение, нанесена разметка, установлены дорожные знаки, регламентирующие направление движения. То есть все необходимые элементы, которые послужат для ориентации водителей. Перечисленная – это 95% готовности. Здесь, как и на всей транспортной артерии, за сутки смогут проехать до 40 тысяч автомобилей. Это самая большая развязка пятого этапа строительства трассы Таврида. Первая опора здесь появилась ровно год назад. 25 единиц техники и 50 рабочих трудились круглые сутки, чтобы досрочно открыть 11 съездов. Это случится уже 19 мая. Мария Красновицкая, Андрей Заричный, Новости 24. Боспорское царство, императорская тропа и дороги Крымской весны на полуострове запускают три новых туристических маршрута. Они открывают разные эпохи. От античности до наших дней привлекут тех, кто интересуется древней и современной историей нашего региона. Например, Золотое кольцо Боспорского царства, по прогнозам Министерства курортов Республики, увеличит поток отдыхающих на 5-10%. В разработанные экспертами карты вошли популярные достопримечательности и малоизвестные объекты. Чтобы осмотреть их, понадобится от двух до пяти дней. Наши журналисты отправились на первые экскурсии. Крымская часть маршрута, столица Боспорского царства, рассчитана на пять дней. За это время в Керчи туристы увидят античные городища, столицу древнего государства и даже могут попробовать себя в роли гончарных дел мастера. Сувенир собственного производства, будь то амфора или вот такой арибал, любой желающий может забрать с собой. Сейчас мы ведем работу с Министерством курортов и туризма Крыма, для того, чтобы создать крымскую часть экскурсии Золотое кольцо Боспорского царства, более подробную. Идет работа над маршрутом две столицы Боспорского царства, Пантикопей и Фанагория. Из Керчи туристы отправятся в Феодосию, Ялту, Саки, Евпаторию и Черноморское. А я передаю слово коллеге Анастасии Сосниной, она отправилась на другой туристический маршрут. В Севастополе туристам покажут больше 10 объектов маршрут. Крымская весна включает в себя площадь Ахимова. Здесь в феврале 2014 года состоялся митинг народной воли, а также именно здесь. Объявили о выходе Севастополя из-под юрисдикции Украины. События тех дней помнят очевидцы. Жители города и крымчане поставили блокпосты по Севастополю, по Симферополю, на Чингаре. Проводили обыски именно транспорта, чтобы не было каких-то диверсий, чтобы не перевозили туда оружие, взрывчатые вещества. Гости узнают и древнюю историю Севастополя. Посетят Инкерман, Херсонес и другие знаковые места. А я передаю слово моей коллеге Елене Носковой. По следам семьи Романова направятся гости императорского маршрута. Здесь, например, проходила одна из первых дорог на Ялту, которую построили простые солдаты в 20-е годы 19 века. В честь их подвига построен обелиск. Они в буквальном смысле прорубили путь, безопасный и свободный на южный берег. Тема российского Крыма, она, конечно, сейчас актуальна, потому что основные наши туристы едут с материковой части России. Ну и для нас, для крымчан, даже для экскурсоводов, это тоже интересные объекты, потому что раньше мало кто о них знал, мало кто о них говорил. В Симферополе все три маршрута пересекаются. По прогнозам, Министерство курортов и туризма они привлекут в Крым больше людей. Только благодаря Золотому кольцу Баспорского царства приедет на 5-10% больше отдыхающих. Старт этого официального проекта приурочен к старту высокого сезона на всем юге России. Это будет происходить в нововременном Краснодарском крае, в Крыму, в Севастополе. И даже Ростовская область присоединилась там из города Азов, в котором есть также объекты показа, объекты античного наследия. Это будет связано с единой регатой, которая выйдет из Краснодарского края, из Азова, и все это встретится в Керчь. Новые маршруты представили на деловых площадках международного уровня. Российском инвестиционном форуме, Ялтинском экономическом форуме. Расширясь, новые пути планируют в зависимости от пожеланий отдыхающих. Елена Носкова, Светлана Ермельченко, Анастасия Соснина. Новости 24. Ну а зрители наши могут попутешествовать по новым маршрутам, естественно, но чуть позже. А сегодня утром по Крыму вместе с нами, с Артемом, с нашими корреспондентами, с нашими журналистами. Знаешь, да, не только по Крыму, потому что новости прилетают буквально отовсюду. Например, в Москве молодая девушка спасла уже больше сотни бездомных животных. Ну а если говорить откровенно, это по большей степени собаки и другие пушистики. Я думаю, это кошки. Ну, может быть, место и для кроликов найдется. Так, в общем, история такова, что девушка работала телеоператором, как наши коллеги, между прочим. Начала собирать бездомных собак на улицах и селить их у себя в квартире. Но когда места в квартире не хватило, они с мужем полностью и кардинально изменили свой образ жизни. Они переехали на 160 километров за город и там открыли частный приют для животных. Теперь там больше 100 особей живет. История, с одной стороны, замечательная, но с другой стороны, противоречивая. Во-первых, все мы знаем эти истории про людей, которые селят огромное количество животных у себя в квартире. Ну, когда эта квартира, это тяжело, потому что с запахом приходится жить не только этим людям, но и соседям. А когда, конечно, предпринимают такие меры, что переезжают на частном подворье, то это уже гораздо проще. И, во-первых, и животным комфортнее, и людям. И как удалось продать квартиру, мне интересно, после десятка бездомных собак, которые в ней жили, потому что порой ты ощущаешь соседа, живущего с одной собакой над тобой, ну там с двумя, а тут их было много. Ну и, во-вторых, вопрос помощи бездомным животным, он до сих пор очень противоречивый, потому что в большом количестве, спасая животных одних видов, мы увеличиваем смерти животных других видов, которыми их нужно кормить. Ну, я думаю, что любой активист должен помнить одно золотое правило. Спасая одного, ты скармливаешь ему другого. Поэтому здесь есть много споров среди экоактивистов. Кто-то утверждает, что, напротив, нужно уменьшать количество меценарства, скажем так, в сторону бездомных животных, чтобы стабилизировать весь этот процесс изначально. Но, конечно, когда у тебя доброе сердце, не помочь пушистику, особенно такому социально активному, как собака, очень сложно. Ну, а еще сложно выходить на работу, не зная, как сегодня нужно одеться. Поэтому об этом мы вам расскажем прямо сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что же, в целом в Крыму тепло от 19 до плюс 22 градусов по Цельсию. Ветер 3-5 метров в секунду. Иногда возможны шквалы. И облачно. Возможно, будет небольшой дождь, возможно, поморосит, а может быть, повезет и пройдет мимо вас. Но на всякий случай взять с собой зонт никому не помешает. Погода, в общем-то, все равно идеально подходит для того, чтобы выгулять своего прирученного четырехлапого друга. А если такого нет, то он может появиться. Смотрим вместе с вами. Волшебная Сью. Очаровательная и умеющая любить. Сью будет вам и охранницей, и самым добрым другом. Обратите внимание на девочку. Она прекрасно разбирается в людях и понимает, где нужно подать голос, а где помахать хвостом. Звоните, привезем. Плюс семь девять семь восемь восемь восемьсот шестьдесят три одиннадцать ноль три. Ну а нам, людям, будет полезно начать прекрасно разбираться в ценах на рынке горючего. И не только, кстати говоря, но начнем, пожалуй, что с топлива. Итак, газ за единицу измерения будет стоить двадцать шесть рублей шестьдесят шесть копеек. Дизельное топливо за литр обойдется вам в пятьдесят рублей тридцать одну копейку. Девяносто второй, как всегда, дешевле. Сорок шесть рублей двадцать семь копеек. Кстати, говорят, цена упала и продолжает немного падать, что не может не радовать. Девяносто пятый бензин. Пятьдесят рублей четыре копейки за литр. А вот литр девяносто восьмого обойдется вам в пятьдесят шесть рублей тридцать девять копеек. Не дешево, особенно если сравнивать с девяносто вторым, то, извините, десять рублей разница. Но порой оно этого стоит, особенно если двигатель мощный. Теперь поговорим про цены на рынке валюты, потому что они тоже меняются. Знать их важно и, как минимум, полезно. Давайте разберемся, что сколько стоит. Итак, евро стоит семьдесят два рубля тридцать шесть копеек за единицу. Немного упало, ровным счетом, как и доллар. Потому что здесь цена следующая. Шестьдесят четыре рубля пятьдесят пять копеек за единицу. В общем-то, тоже небольшое падение. Заметил такую тенденцию, немножечко стал дешевле бензин. Ну и, конечно же, немного опустилась валюта. Я не экономист, но что-то мне подсказывает, что эти вещи между собой связаны. А ты любишь загорать, я хочу спросить. Ну вот как раз говорила бензин, я думаю, сразу можно съездить на море, а вот загорать. Ой, знаешь, признаюсь, мне загорать нельзя в целом. С моим тоном кожи для меня солнце скорее опасно, чем полезно. А ты знаешь, что опасно не только солнце, а и те спреи, которые мы пользуемся для защиты от солнца. Вот как, да? Да, исследование Роскачества подтвердило, что солнцезащитные средства могут проникать в кровь и способствовать поглощению электрофиолета и повреждению кожи на клеточном уровне. Ну то есть в чем суть? Что солнцезащитные средства, на которых написано SPF, там же есть разные SPF 15, 20, разные они на тональных средствах есть, и тем более на солнцезащитных. Они не несут никакой пользы, кроме своей основной функции. И некоторые фильтры, например, бензофенон-3, он проникает в кровь и накапливается в организме, поэтому все их нужно использовать с умом. Тем более, что некоторые солнцезащитные средства, они по действиям ультрафиолета преобразуется в свободные радикалы, а другие могут отказывать воздействие, подобное даже действию гормонов. Ничего себе, вот это интересные выводы можно сделать. Ну, по крайней мере, теперь я знаю, что на пляж с утра пораньше, пока солнце еще не палит, или вечером, а в обед можно и в кино сходить, ну или в театр в том числе. О том, куда можно сходить прямо сейчас, вам и расскажем. В этот день в кинотеатрах третья часть нашумевшего боевика «Джон Уик». Профессиональный киллер становится изгоем после того, как нарушил кодекс тайного общества наемных убийц. За его голову назначена премия – 14 миллионов долларов. В главных ролях Киану Ривз, Холли Берри и Лоуренс Фишер. Сеансы вы можете выбрать самостоятельно. Мелодрама в метре друг от друга. В городской больнице знакомятся два одиноких подростка с редкой болезнью. Им запрещено контактировать, но истинная любовь диктует свои правила, и ребятам пришлось выдумывать новые. В кинотеатрах в этот день комедия-мошенницы. Две успешные дамы знают основные правила соблазнения – высокие каблуки и яркая помада. А еще умеют расплакаться в любой момент. Их манит все, что блестит, а то, что плохо лежит, оказывается у них в кармане. История о женской погоне за деньгами в кинотеатрах в удобное для вас время. Для самой младшей аудитории фильм «Пикачу-детектив». Частный сыщик исчезает при загадочных обстоятельствах. На поиски отправляется его сын, но не один, а с очаровательным помощником – покемоном Пикачу. Чтобы найти улики, сыщикам придется познакомиться с самыми разнообразными персонажами и раскрыть заговор, который может разрушить эту необычную вселенную. Так, ну, не знаю, куда отправился наш мобильный корреспондент, но думаю, пока что не в кино. Хотя, на самом деле, трудно удержаться. Такие интересные примеры. Да, но узнать, куда отправилась наша Алиса Троен, мы можем ее прямо сейчас, потому что она уже на прямой связи со студией и готова рассказать, чем сегодня она нас хочет удивить. Слава, здравствуй, Алиса. Да, ну, уже и погода такая посветленная. Да, еще раз, здравствуйте. Я нахожусь на улице Дружбы, где установили в эту пятницу новую детскую площадку, потому что район очень сильно заселен, и тем не менее у деток до этого был ряд качелей и детских площадок, которые уже как-то были очень уже в плохом состоянии. Причем это не самое худшее, что я вам показываю. Это рядышком, то есть еще остались железные, которые уже даже, в принципе, опасны для жизни. Кстати, выглянуло солнышко, но я советую вам особо им не очаровываться, потому что, как обещают синоптики, что сегодня объем все-таки будет пасмурная погода и большая влажность, что говорит о том, что всего можно от погоды ожидать. Ну, а завтра-послезавтра, как я вам уже и говорила, будет достаточно дождливо. Хочется отметить, что эта площадка только начало, потому что благоустройство Симферополя продолжается. На этой неделе будет открыто еще 8 новых площадок в разных частях города. В будущем администрация Симферополя планирует, что эти площадки будут в каждом дворе, и у каждого ребенка будет возможность выходить во двор и гулять на новеньких площадках, а не на вот таких качелях, которые уже действительно представляют собой жалкое зрелище, к сожалению, и которыми можно уже даже, в принципе, повредить себе что-то, потому что отсутствуют какие-либо заграждения, все ржавое, все в плохом состоянии. Поэтому мы будем верить, что в скором времени и здесь все качели будут заменены на новые, что до них дойдет очередь, но радует, что хотя бы в одном большом дворе уже появилась одна, в скором времени будет много. Кстати, рядышком территория детского сада и школы, там тоже все уже облагоустроено, поэтому ждите свою очередь, потому что я надеюсь, что в каждом дворе будет новая, интересная и хорошая площадка. А пока что, коллеги, я передаю слово вам. Да, спасибо, Алиса. Действительно, на сегодняшний момент мы можем видеть, что облагораживается, устанавливается большое количество детских игровых площадок, и не только в Крымской столице, но и на территории очень многих сел. Вот бывает, когда ты в связи с работой путешествуешь, едешь в какое-нибудь село в Сакском районе, либо в Ленинском, и просто глаз радует, то какое количество детских площадок, а еще площадок для воркаута, спортивных, да, с инвентарем, они огорожены, там очень хороший вот этот не газон, а вот этот черный такой вот настил, как он называется, правильно? Пенесное покрытие такое, да. Он еще потом в одежду, как гречка, забивается, и ты пытаешься, если бы позанимался. Но если ты на хубоках занимаешься, разве что, мне кажется, так-то его выбить сложно. Нет-нет-нет, ты бывает, когда отжимаешься, еще что-то бывает слегка, что когда при совкосновении с телом человека, потом эту гречку вытрухиваешь. Вообще, знаешь, по поводу этого покрытия, интересно, что бегать спортсменам рекомендуется именно по нему, потому что в дикой природе, когда формировалась наша система амортизации, естественно, это связки сухожилия и суставы, бетона и асфальта не было. Поэтому к такой твердости почвы, да, конечно, это была земля саванны, да, соответственно, которая раскаленная солнцем и слегка, я думаю, что даже пористая. То к бегу по асфальту наши кости, наши суставы не приспособлены, особенно дело касается межпозвоночных дисков. Поэтому рекомендуется бегать, во-первых, в специальных кроссовках, во-вторых, по специальному вот тому самому пенистому покрытию, которое забивается в одежду как гречка. У нас же есть своеобразное специальное покрытие на стадионах. Ну, то есть из-за чего чаще всего тяжело и проблематично бегать по асфальту. И почему не стоит этого делать? Потому что страдают коленные суставы, чашечка, и потом нагрузка идет большая. Да, безпозвоночные диски тоже, и можно даже грыжу заработать, насколько я знаю. То есть там все очень серьезно, потому что к такой твердой почве наш скелет просто не приспособен. Тем более, если у человека большой вес, там он атлет, ну, это бодибилдер или просто хочет похудеть, вот тогда это вообще чревато последствиями, поэтому все нужно делать с ума. Это, знаешь, это мне кое-что напоминает. Это одно из видео из подборки, которое прямо сейчас я бы хотел продемонстрировать нашим телезрителям. Там как раз таки есть один очень специфический атлет. Давайте посмотрим вместе. Когда человек не хочет заботиться об экологии, природа берет ситуацию под собственный контроль. На примере героя этого видеоролика становится ясно, спорить с ней бессмысленно. Нарушая ПДД, вы рискуете не только собственной, но и жизнями других участников дорожного движения. Объезд транспортных средств по обочине запрещен. На кадрах, снятых на регистратор, видно, как после запрещенного маневра в аварию попали три автомобиля. К счастью, обошлось без пострадавших. Теплая погода, озеро и водная горка. Что еще нужно для хорошего летнего отдыха? Конечно же, доза адреналина. Экстремал из следующего видеоролика нашел способ, как получить острые ощущения. Этот день трое в строительной люльке запомнят надолго. Внезапно поднявшийся шквалистый ветер застал мужчин врасплох. План выполнить не удалось. Куда важнее выжить. Со стороны это напоминает поднимающееся в печи тесто. Тем не менее, перед вашими глазами процесс формовки высококачественных чемоданов. Вот так, под действием вакуума, пластик приобретает необходимую форму. Спортсмена видно издалека. Тем более, такого, как этот мужчина. Несмотря на лишний вес, герой видеоролика идет к своей цели. Пускай техника исполнения сальто не идеальна, зато удивить друзей уже получается. Да, вот чего только не происходит. В сети некоторые кадры, конечно, на видео не попадают, но в текстовом формате до нас доносятся. Например? Например, история москвича, который ехал на... Знаешь, такую машинку называется АК? Знаю. Это маленький, да это скорее велосипед, чем автомобиль, откровенно говоря, туда не каждый даже поместится. Ты оскорбила немножко владельцев АКИ Артем. Нет, ну на самом деле это даже хорошо, потому что это очень экономичная машина, которую можно вручную переставить. Знаешь, если не можешь припарковаться, аккуратненько ее ножкой подвинул. Ну, в общем-то, смысл в чем? Владелец недалеко от Москвы, насколько я понимаю, да, врезался в другой автомобиль. Причем абсолютно по своей небрежности. Его вина была просто очевидна. Там грубое нарушение. И с владельцем другого автомобиля он пытался договориться по мирному, объяснить ситуацию, но тот сказал, нет, ты нарушил, вызываем полицию. Ну и тогда тот ничего не придумал умнее, чем взял канистру, полил свой автомобиль, поджег и скрылся в неизвестном направлении. Ситуация в чем? Когда тебе грозит лишение прав, если ты сбежишь, тебя могут найти по номеру, указанному на кузове автомобиля. И, надеясь уничтожить автомобиль, таким образом он пытался все следы замести. А нашли? Конечно, нашли. Нашли его через час, потому что, как мы знаем, металл не горит, а плавится. А температуры горения автомобиля недостаточно, чтобы расплавить металл. А взрыва не произошло, потому что автомобиль, как мы знаем, тоже взорвать, на самом деле, не так просто, как кажется. Ну вот, хотел, во-первых, и технику не поберег, и экологию, и, в принципе, загнал себя еще больше в клетку. Ну, а вообще, как избежать пожаров, и как с ними справляться, и если вы уже оказались в такой ситуации, что нужно тушить, подробнее расскажет Стефан Филатов. Жаркая, по-настоящему летняя погода уже пришла в Крым. Вместе с этим на полуострове начался сезон повышенной пожароопасности. В особой зоне риска сельхозпроизводители. Мы находимся на конкурсе, цель которого проверить уровень их подготовки. До начала конкурса остаются считанные минуты. Сейчас сотрудники МЧС проводят проверку техники. Готовы ли вы к выступлению? Да, мы готовы полностью к выполнению задачи. Автомашина, это еще с советских времен, называется она ЗИЛ-130, АЦ приспособленная к пожаротушению, емкость воды 2,2 и плюс пенопреобразователь. В тушении мнимого очага возгорания приму участие и я. Сделать это можно только при нужной должной экипировке. Экипировка выполнена из пожароустойчивой прорезиненной ткани, которая способна выдержать 700 градусов тепла. В ней, конечно, жарковато, но безопасность прежде всего. К выполнению второго этапа смотра конкурса пожарной техники приступить! Вне конкурсной программы, как образец для подражания, в мероприятии приняли участие сотрудники пожарно-химической станции второго типа. Как вы считаете, справились ли участники с поставленной задачей? Да, справились. Все выступили на хорошо. Период, начавшийся на полуострове, представляет из себя серьезную угрозу, так как жара пришла неожиданно. Существуют классы пожарной опасности с первого по пятый. А на сегодняшний день, по сводкам МЧС, у нас в Симферопольском районе третий класс пожарной опасности, средний. В мероприятии приняли участие более 10 команд сельхозпроизводителей из Симферопольского района. Все они теперь готовы к обеспечению безопасности на своем производстве. Будьте готовы к чрезвычайной ситуации и вы. В случае пожара звоните по номеру 101. Стефан Филатов, Сергей Козырь. Утро нового дня. А я хочу сказать, что не ко всему можно быть готовым. Например, иногда жизнь преподносит такие сюрпризы нам, что просто удивляешься. Главное, чтобы сюрпризы были приятными. Да, а вот ты знаешь, между прочим, да, иногда можно даже просто сюрприз сделать приятным, если вовремя сориентироваться. Сейчас объясню, к чему я. В Казани из-за того, что обмельчала вода, это, насколько я понимаю, в реке, обнажилась старинная мостовая, которой уже очень много лет. Она выложена из брусчатки. А как мы понимаем, брусчатка – это уже такой фактически зодческий, но очень прочный и прекрасный материал, который местные жители стали очень быстренько растаскивать себе на участке. Потому что сейчас мостовая не была, не закреплена за муниципалитетом, никому не принадлежит, и каждый, кто хочет, ее себе берет. И власти сейчас проводят масштабную акцию. Давайте посмотрим поближе, как эта брусчатка выглядит, да? Проводят масштабную акцию, чтобы мостовую как-нибудь сохранить, ну и, может быть, с ней в дальнейшем что-нибудь сделать. Ну, я хочу сказать, что это новая культурная достопримечательность, видимо, Казани, потому что такие открытия, они случаются нечасто. А здесь в связи с тем, что река Мелела, там даже вот что мы увидели. Но, тем не менее, здесь уже главная, правда, сознательность людей, что если все-таки примут национальное достояние, да, вот Тедрастана, эту мостовую, чтобы все-таки она была еще в надлежащем состоянии, и чтобы ее все до конца не растащили. Ну, собственно, поэтому ученые отправили уже заявку в столицу о том, чтобы, скажем так, эту мостовую сделать народным достоянием, вообще принятым. Только вот интересно, Волга сейчас обмельчала, а если уровень воды опять поднимется? Мостовой же, мостовая опять спрячется, как я понимаю. Ну, по крайней мере, уже жители этого прекрасного города будут знать о том, что там есть такая достопримечательность. И можно будет к ней нырять и продолжать... С аквалангами, знаешь, как опускается? И можно будет нырять и продолжать таскать брусчатку, потому что, да, тут нужно применить глаз да глаз, чтобы никто на участок не унес, потому что, сама понимаешь, тропинку вдоль огорода из высококачественной брусчатки, которая даже, находясь столько лет под водой, сохранилась в таком качестве, ну, каждый хочет. Но этого делать нельзя, потому что есть вещи, которые принадлежат всему человечеству. А то, что действительно исторические моменты, которые у нас произошли в истории, конкретно в этот день, и в том числе эта брусчатка, она тоже может когда-то войти в этот список и появиться в нашей рубрике «Хронограф», которую мы вам сейчас и покажем. 20 мая 1570 года фламандский картограф Авраам Артелий разработал прототип современного атласа, собранный из 70 карт и статей страновеческого характера. Зрелище круга земного, а именно так называлась книга, было переиздано более 40 раз на шести европейских языках. 20 мая 1742 года русский штурман Семен Челюскин на собачьих упряжках достиг самой северной материковой точки Евразии – мыса, впоследствии названного его именем. В наши дни на этом месте функционирует радиометеорологический центр. В тот же день 1801 года начался трехнедельный военный конфликт между Испанией и Португалией, получивший название «Апельсиновая война». Причиной послужил отказ королевства Португалия разрывать союзные отношения с Британской империей, несмотря на требования со стороны Испании и союзной ей Франции. 20 мая 1873 года фирма «Левайс Ройс Энд Компани» получила лицензию на единоличное право производства брюк с заклепками на карманах. Этот день можно считать официальной датой рождения джинсов. 20 мая этого же года в Петербурге была публично продемонстрирована работа электрической лампы для уличного освещения, созданной известным электромехаником Александром Ладыгиным. В тот же день 1875 года в Париже 17 государствами была подписана метрическая конвенция. Международный договор заключили, чтобы обеспечить единство мировых измерительных стандартов. На данный момент систему не используют лишь три государства – США, Мьянма и Либерия. 20 мая 1916 года жители канадского города Берлин, провинция Онтарио, в связи с войной против Германии приняли решение о переименовании в Китченер. Поселение было основано немецкими переселенцами, чье культурное влияние в быту жителей населенного пункта чувствуется до сих пор. Есть чем похвастаться и крымской столице. Здесь ежедневно устанавливают от 20 до 30 разных дорожных знаков. В основном это обозначение остановок, пешеходных переходов. И даже уже устанавливают знаки, обозначающие жилую зону. Но я напоминаю, что движение в жилой зоне – это не больше 20 км в час, и что пешеход всегда прав, даже если идет по главной дороге, если идет по проезжей части, если есть знак «жилая зона», то водитель обязан пропустить, уступить дорогу. Да, но тем не менее хочется отметить, что лучше быть правым, но подрезанным, чем абсолютно правым, но неживым. Я имею в виду к тому, что иногда лучше уступить дорогу дураку, который мчится на большой скорости, хотя ты знаешь, что ты идешь по пешеходному переходу, или ты идешь по пешеходной зоне, но лучше все-таки шагнуть на бордюр, на тротуар и пропустить человека, который не соблюдает скорость. Безусловно, так и есть, но я просто говорю про какую-то идеальную вселенную, когда на самом деле каждый водитель пропускает каждого пешехода, и каждый пешеход переходит дорогу по пешеходному переходу, а не по проезжей части, вот так вот на пролом, на обум, и при этом, когда идет интенсивное движение, особенно четырехполосное, что мы часто очень можем видеть и наблюдать. Да, но ты знаешь, порой размещение пешеходных переходов – это тоже вопрос отдельный, заслуживающий отдельной подборки, потому что иногда эти места располагаются, точнее, эти способы перейти дорогу располагаются в таких местах, докуда еще дойти, нужно потратить полчаса, знаешь? Да, но мы не единожды уже выкладывали своей подборке Крым Онлайн на различные такие пешеходные переходы, но сегодня, конечно, мы их не зафиксировали сегодня, ну вот буквально накануне люди их не выкладывали в интернет, зато выкладывали кое-что другое. И что именно, прямо сейчас вам покажем. Пользователи сети активно выкладывают снимки, демонстрирующие последствия недавно произошедшего пожара на центральном рынке. Обуглившееся дерево, обгоревшие стены и испорченный товар. Семь лет работы уничтожены за пять минут, пишет автор. Комментаторам остается только посочувствовать потерпевшим. Правда, некоторые нашли случившийся пожар уж слишком подозрительным. Жителей Крымской столицы напугали кадры, на которых змея внушительных размеров обедает рыбой, только что пойманной в нижнем пруду реки Славянка. Беспокойные пользователи сразу же признали в присмыкающемся опасную гадюку, но знатоки в комментариях вовремя расставили все по местам. На видео никто иной, как водяной уж, не ядовитый, совершенно безопасный для человека. В Каменке уже не первый день тлеет свалка. Автор видео, заметивший на горизонте столб дыма, удивлен, почему никто не обращает на это внимания. Каждое лето горит, никто ничего не делает, пишут в комментариях. Более того, повсюду разлетаются пакеты и прочий пластик, добавляют пользователи. Ситуация не только опасная, но и вредная для окружающей среды. Видео с неожиданным концом, вернее, вполне себе ожидаемым. Когда нарушаешь скоростной режим, опережаешь автомобиль, не соблюдая дистанцию, недалек час нарваться на неприятности. Так и случилось. Белую молнию, по всей видимости, занесло. Пилот не справился с управлением. Результат – встреча с ограждением. К счастью, водитель-экстремал остался жив. Такой живописный, умиротворенный пейзаж усыпит даже самого страшного зверя. Что говорить про котенка? Кадры невероятного вида, открывающегося с горы Клементьева под Коктебелем, моментально набрали популярность в сети. Некоторые даже завидуют коту. Знаю, кто точно завидовал бы этому коту. Это мы с тобой и наш мобильный корреспондент. Потому что мы те самые люди, которые просыпаются с утра пораньше, чтобы разбудить вас. Кстати, о корреспонденте. Прямо сейчас с нами на связи Алиса Троян. Интересно, что она там делает в городе? Доброе, еще раз. Здравствуйте, дорогие друзья. К сожалению, не получилось встретиться с вами на площади Ленина, как мы планировали, потому что мы движемся, но все-таки есть пробки. Поэтому мы сейчас на улице Севастопольской, где движение продвигается очень медленно. Такая же ситуация на улице Русской. То есть, как бы, да, движение есть, но нельзя сказать, что оно удовлетворительно в том мере. Но, как сказал наш опытный водитель, что вообще дело в том, что совсем скоро прозвенят последние звонки. И это будет говорить о том, что количество машин на дорогах уменьшится. Потому что это взаимосвязано. Ну, а также хочется отметить, что 26 мая в Симферополе на площади Ленина пройдет велопарад. Это Всероссийский день. В 2018 году к этой акции присоединилось более 100 городов России. Симферополь не стал исключением. Если пересесть на этот вид транспорта уже сейчас, то, возможно, ваше передвижение по городу будет гораздо более эффективно. И тем более вы сможете подготовиться к 26 мая. 26 мая сборная площадь Ленина с 9 до 9.45, и там будет пройдено три круга. Поэтому советуем вам присоединиться, да и пользоваться этим экологичным видом транспорта. Я передаю слово вам, коллеги. Спасибо, Алиса. А вот буквально недавно мы показывали в своем эфире сюжет о том, что пальмы на ЮБК гибнут от долгоносика. И ученые Никитского ботанического сада, они как раз-таки предлагают сейчас разработать комплекс мер для борьбы с этим населением. Дело в том, что откуда его завезли, до сих пор непонятно. Ну, предполагается, что вместе с посадочным материалом, но вот гораздо раньше он появился в Краснодарском крае. К нам, у нас эта проблема стала острая буквально недавно, но тем не менее мы уже видели вот эти вот сухие желтые листья на пальмах, которые совершенно потеряли свой вид. Да, страдает, кстати, от него не только Крым и Краснодар, а почти все Средиземноморье. Ну, это Франция, Италия, Греция, Кипр и прочие страны, которые располагаются на берегу этого теплого моря. Ну, и в этих странах, конечно, с ним борются, но я как понимаю, что эффективно? Не особо успешно, а все почему? Ну, потому что, как мы знаем, пальма – это завезенное в Европу растение. И высажены они в общественных местах, а химическая обработка растений в общественных местах запрещена. А, то есть их, по сути, и вылечить проблематично, да? Их пытаются лечить с минимальными потерями максимально аккуратно, но лечить их радикальными мерами, серьезными химикатами нельзя, потому что, как ты понимаешь, это не пальмовый лес просто где-то посреди Европы, это парки, это приморские территории, собственно говоря, как и в Ялте. Место, где прогуливаются люди, где они отдыхают, и поэтому не мудрено, что такой возможности мы лишены просто. Но мне кажется, что все-таки проблема имеет какой-то регулируемый рычаг, на который можно нажать, потому что все-таки проблемы для Европы уже давно актуальны, и я думаю, что пальмы там не перевелись еще, правильно? Поэтому, возможно, совсем скоро и наши крымские ученые, да почему возможно, наверняка, найдут лечение от этого недуга. Хотя, ты знаешь, я сам, как владелец растения, пережил, конечно, это горе потери любимого цветка, точнее, не цветка, у меня на подоконнике произрастала мята. И вот она заболела неведомо чем, я не знаю совершенно, покрылась белой мелкой паутинкой и со временем высохла. А поскольку я регулярно использовал мяту в кулинарии, то потеря была, правда, грустная и очень ощутимая, и переживал так же сильно, как смерть до этого моего тринедатского перца острого. Он тоже погиб. Я не знаю, но главное, чтобы не завезли это вещество какое-то вредное, от которого погибли твои растения вместе с посадочным материалом. Я до сих пор не знаю, от чего погибли они, но это был точно не долгоносик, скорее всего, это был Артем Андроновский, тоже очень вредный для многих растений и опасный. Но я не сдаюсь, продолжаю выращивать авокадо. Но если Артем Андроновский опасен для некоторых видов растений, то Татьяна Булыкина абсолютно безопасна для некоторых видов животных. И уже подробнее расскажет она сама лично. Если общение с животными облагораживает душу, то можно предположить, что самые счастливые сотрудники разных экоферм. Екатерина Остапенко ведет хозяйство уже больше 12 лет, а началось все с любви к лошадям. О том, как за ними ухаживать, знает все. Ежедневная чистка, кормление, обязательно променад для него прогулка. То есть лошадь не может стоять сутками в деньнике в конюшне, она должна работать, гулять, выпасаться. На ферме у Екатерины целый табун лошадей, но самый норовистый среди них – вожак по совместительству конь-инструктора. Пепел – местная звезда, обычно туристы на нем не ездят, но мне сегодня повезло. За небольшую взятку он согласился меня покатать. Пепел – очень спокойная лошадь, просто нужно уметь с ним обращаться, правильно взять поводья в руки. На удивление, конь ведет себя послушно и терпеливо покоряется даже такому новичку, как я. Мне казалось, что это будет страшно, но на самом деле эмоции зашкаливают, это очень здорово. Лошади очень контактные. Если человеку удалось найти с животным общий язык, значит и за несколько минут в седле выучить азы верховой езды не составит труда. Не менее дружелюбны и другие питомцы подворья. В этом вольере восемь видов животных. Ухаживает за ними Татьяна Кротова. Особенности кормления у каждого индивидуальные у нас. Допустим, овечку мы кормим молоком коровьим с бутылочки. Одна маленькая козочка бьет с ванночки у нас молочко козье. Мы доим коз больших. Остальные на зерне и на осенне. Вниманием и едой никто не обделен. Наверное, поэтому все звери живут дружно и охотно идут на контакт с человеком. Это вот стенд специальный у нас для кормов, для маленьких, мелких животных, крызунов. Вот кролик у нас, крыса и морская свинка. Берем ванночку, набираем по чуть-чуть каждого вида зерна. Насыпаем и смешиваем. И открываем клетку. Можно взять щепоточку и насыпать вот в кормушку кролику. А какой породы кролик? Это декоративная крольчиха. С кормлением Татьяне помогает приемная мама малышей. Эту козу зовут фея. Ее молоком подкармливают маленьких животных. Считается, что оно питательнее коровьего. Вы не поверите, что мы сейчас сделаем. Я попробую ее подоить, посмотрим, получится ли. Ну что-то получается. Ура! Доить вручную не так просто, как кажется на первый взгляд. Здесь нужна сноровка. Посмотрим, как это делает профессионал. Находим сосок. Зажимаем повыше двумя пальчиками. Большим и указательным. Появляется шишечка. Другими пальчиками нажимаем. Нежно. Молоко выливается. Не менее заботливые родители – южноафриканские страусы. Каждое яйцо приходится отбирать с боем. Даже несмотря на то, что для естественного вылупления птенцов погодные условия в Крыму не подходят. Нужен специальный инкубатор. Страусы в основном несут яйца с трех лет. То есть уже два года она радует нас раз в неделю обязательно одним яичком. И как вы их используете? Мы готовим очень вкусные и питательные омлеты. Содержат страусов раздельно, но в брачный период самцов подсаживают в общий вольер. Между тем характер у этих наземных птиц своевольный. Тем, кто кормит, улыбаются. А если вдруг что-то не нравится, могут и клюнуть. Правильно начать утро и запастись энергией на весь день поможет плотный завтрак. Одним таким страусиным яйцом можно накормить 15 человек. При этом его энергетическая ценность меньше, чем в куриных. В 100 граммах всего 118 калорий. Покататься на лошади, с руки покормить птиц и животных, самостоятельно подоить козу. Это может стать настоящим приключением не только для детей, но и для взрослых. Татьяна Балыкина, Анатолий Агеев. Утро нового дня. А если вы перемещаетесь не на лошади, а на машине, то вам очень понадобится информация, которую я вам сейчас расскажу. А кстати говоря, Саша, не знаешь, лошади участвуют в правилах дорожного движения? В повозке? Да, и участвуют, мне кажется, да. В повозке, да, лошади. Повозка, однозначно, а на лошади непонятно. Ну даже если вы перемещаетесь на лошади, то вам будет полезно знать. Ну, во-первых, начнем с того, что недалеко от Дубков люди уже ждут сезон, как они это пишут в комментарии. А мы ждем сезон вместе с вами, правда не знаю, что там делать в Дубках. Фактически летний сезон мы ждем. В принципе, он уже в Крыму начался, но тем не менее, может быть... Да, ну я думаю, что они не знают, чем в Дубках во время сезона можно заниматься. Возможно, ловить кузнечиков в траве, ну это интересное дело. Но ладно, поговорим про пробки. Итак, Симферополь, как всегда, обездвижен на некоторых улицах. Начнем традиционно с улицы Ленина. И эта тянучка, идентичная, такая же, как на улице Воровского. Улица Шмидта и улицы Пролетарская движутся еле-еле. Краимская, кстати говоря... А мне кажется, или сегодня, несмотря на то, что понедельник, в принципе, не такая критическая ситуация на дорогах, как обычно по понедельникам. Ну, ты знаешь, я вас сейчас рассматриваю, да, хочу сказать, что да. Давай глянем, что там на... Ага, а вот и нет, потому что на площади Куйбышева, посмотри сюда. Ситуация такая, что по направлению улицы Киевская, вот, в сторону Москальца пробка, со стороны Москальца пробка и со стороны проспекта Победы пробка, только проспект Кирова чувствует себя хорошо. Улица Куйбышева тоже стоит в тянучке с одной стороны и в пробке с другой. Давай мы никогда не поднимались по проспекту Победы наверх. Поднимемся. Он вполне себе... Он там спокойно едет, не хочу просто и... Да, да, но потом резко появляется пробка. Кстати, интересный момент, я обратил внимание. На проспекте Победы стали появляться пробки по направлению к кольцу на объездной дороге. Походу, видимо, в Керчь большее количество людей едет. Да, 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 пробки очень серьезные. На данный момент я предпочитаю объехать проспект Победы, в принципе, чем куда-то направляться. Но вот что интересно, на данный момент на развязке пробки нет совершенно. Посмотрим на город со стороны птичьего, с высоты со стороны, ну, можно и со стороны, с высоты птичьего полета, чтобы убедиться. И да, по объездным можно проехать спокойно. Поэтому, если вам нужно ехать в другую часть города, ничего, потратьте лишние километры. Зато не потратите нервы, потому что проехать по пустой объездной гораздо приятнее, чем те же полчаса стоять в пробке и не двигаться. Вот такие простые советы, как всегда, все просто. Как объехать наши симферопольские пробки, потому что вот так сложилась ситуация, что без этого сейчас сложно. Ну, стандартно, держимся подальше от центра, объезжаем как можно по более широким и непопулярным дорогам. Ну, и все-таки, мне кажется, что сегодня большее количество людей все-таки выехало пораньше, встали, не проспали. И поэтому ситуация на дорогах в крымской столице не такая критическая, как очень часто бывает, особенно по понедельникам. Это прямо вот действительно заторы на заторах, и объехать их тоже никак, а нужно только ждать, пока они исчезнут. Да, как говорится, проснись и пой, и сразу в бой. Но можно и не в бой, а, например, в музыкальную школу. Давайте внимательно посмотрим наш следующий сюжет. Эмоция – это не крик. Эмоция – это не крик. Этот прием называется «Глиссанда» – скольжение между звуками. Так проходит репетиция в Симферопольской детской музыкально-хоровой школе. А это ее директор Виктор Заславский и по совместительству художественный руководитель образцового детского хора «Школьные годы». Уже 45 лет он создает музыку руками. В 1974 году я закончил Одесскую консерваторию, куда мечтал поступить и мечтал учиться только там. Дело в том, что хоровая школа Одесской консерватории на то время была лучшей в Союзе. Эту школу Виктор Абрамович бережно хранит, передавая каждому своему воспитаннику. В одном из учебников по дирижированию я прочитал, что научиться дирижированию – это очень трудная задача, может быть, почти невозможная. В том случае придет успех, если есть, во-первых, в работе система, и она четко прослеживается. А во-вторых, существует педагогика сотрудничества. Наталья Заславская, его дочь, тоже дирижер, закончила Одесскую консерваторию. Вернувшись в Симферополь, она создала камерный хор «Мадригал». В нем поют те дети, которые даже после окончания курса школы не могут оставить музыку. Ведь главная задача учителя – не только подготовить хорошего певца, но и посеять в душах подростков тягу к прекрасному. Педагоги не скрывают секретов мастерства. Работать даже с проблемными учениками им помогает методика Дмитрия Огородного. Для нас действительно методика Огородного – это ключ к успеху, потому что она позволяет развить самых обыкновенных детей. Более того, методика позволяет овладеть замечательным вокальным звуком, который является для нас визитной карточкой, является, скажем так, очень сильным козырем в борьбе на серьезных международных конкурсах. Для детей очень важна ассоциация картинки и звука. Ориентируясь в простой схеме, ребенок учится контролировать голос, развивая возможность играть оттенками от форта к пиано, от дольче к апассионата. Высшим уровнем мастерства является умение окрасить звук чувственно. Специально для этого в школе проводятся конкурсы художественного чтения. И помните, это тоже очень важно. Чувствую, понимаю, что чувствую, голосом передаю. Одна из наиболее важных деталей в хоровом искусстве – это руки дирижера, ведь пение рождается на кончиках пальцев. Дирижер – это главный исполнитель. И, конечно, средство общения дирижера со своим инструментом, будь то хор или оркестр, или ансамбль – это руки. Самое главное, чтобы хор ощущал себя единым целым, единым организмом. Знаете, я говорю своим ученикам так – кто научится петь в хоре, тот научится жить. Благодаря самоотдаче преподавателей и ответственности учеников, сегодня холл Симферопольской музыкально-хоровой школы больше похож на сокровищницу золотовалютного резерва Российской Федерации. Стены уставлены стеллажами со сверкающими кубками, и совсем недавно полки пополнились новыми экземплярами. В эти майские праздники хоры «Школьные годы» и «Мадригал» на международном конкурсе «Звучит Москва» собрали все возможные награды. Это моя первая поездка была, и я думал, что мы займем первое место, а на самом деле мы заняли три первых места и гран-при. Мне так было классно. Мы не сомневались, что будет первые места, даже гран-при, потому что наши преподаватели великолепные, профессионалы, и под их руководством не могло быть по-другому. Арина Новосельская, министр культуры Республики Крым, профессиональный музыкант. Она искренне считает, что заслуги коллективов маленькой музыкальной школы стали большим вкладом в культуру всего полуострова. Наш коллектив «Школьные годы», он, безусловно, является всегда лидером всех детских и юношеских программ в Республике. И хотела бы еще и еще раз нашему зрителю напомнить о том, что в 2015-2016 году проходил в Санкт-Петербурге чемпионат, хоровой, хоровой чемпионат мира, так он назывался. И коллектив Виктора Абрамовича Заславского привез гран-при. Хоровые чемпионы, к тому же, круглые отличники. Они преуспевают в школьных предметах и в музыкальных науках. Согласно исследованиям британских ученых, если начинать и заканчивать свой день музыкой, то удача непременно улыбнется вам. И это ли не повод начать «Утро нового дня» именно с песни? Итак, стрейти цифры, пожалуйста. Александр Ткачев, Алексей Староженко. «Утро нового дня». Ну, а у нас осталась разве что одна последняя новость для вас. Это то, что долгие годы в Севастополе была осуществлена, была точнее, задумка реконструировать корабль «Меркурий», который в далеком начале 19 века вышел победителем из сражения с двумя турецкими линкорами. Так вот, правительство поддержало данную инициативу и в скором времени, параллельно со съемками документального фильма про восстановление самого корабля, будет восстановлен и парусный гигант. Неплохо, вообще неплохо. Можно будет его посещать, не знаешь? Вот на данный момент я это не знаю, но, скорее всего, посещение, как минимум, со стороны посмотреть на него можно будет, а если удастся побывать на борту и полюбоваться тем, как он выходит в открытую гавань, было бы вообще замечательно. Но, знаешь, на этом наши новости закончились, но я знаю, у кого они есть. У кого они не скачаемый поток в течение целого дня, и при том, что с регулярными обновлениями. Это наши новостные коллеги. Доброе утро, Гуля. Доброе утро, ребята. Рада видеть вас. Это взаимно, абсолютно взаимно. И мы хотим спросить у тебя, Гульнар, скажи, пожалуйста, вот, может быть, мы знаем, что Сережа Мельников, он занимается музыкой, а может быть, ты занимаешься пением? Да, был бы хороший тандем в программе «Чрезвычайный Крым». Нет, я, ну, пою не так уж много, скажем так, по случаю. Раньше я занималась игрой на фортепиано. Хорошо играю на фортепиано, сейчас, может быть, пальцы помнят. Ну, и как любая женщина, на нервах, наверное, немножко. Ну, тем не менее, я смотрю все-таки у нас... На самом деле. Все-таки у нас коллеги музыкальные по большей степени. Да, можно, знаешь, новости под музыку, между прочим, устроить, Сергей на детали. Да, кстати, было бы интересно. По крайней мере, «Чрезвычайный Крым» уж точно, однозначно. Да, но все-таки про Крым, что у нас на повестке дня. Сегодня мы расскажем о продлении периода соцвыплат на первого ребенка с полутора до трех лет и о новых туристических маршрутах, которые появятся на полуострове. Смотрите «Крым-24», первый крымский. Будьте в курсе самых интересных событий полуострова и всей страны. Спасибо, Гуля. Хорошего эфира. Хорошего дня. Это будут новости. Ну, а с вами уже в этой студии два часа, как было, утро нового дня. Надеюсь, мы вас разбудили, надеюсь, рассказали все максимально интересно и уместно. Ну, а главное, надеюсь, что мы с вами увидимся совсем скоро. Надеюсь, вы не проспали. До новых встреч. И сегодня мы с вами прощаемся, но завтра мы с вами увидимся. Александр Карнович, Артем Андроновский. Говорим вам до завтра. Продолжение следует...